В 16-м году нас позвал Дорофей и Лев, спасибо вам большое за это, рассказать про то, что мы делаем. Тогда не было как таковой компании One Soil, было слово придумано One Soil, и мы делали что-то в сельском хозяйстве, мы делали IT в сельском хозяйстве, мы делали ЕСы в сельском хозяйстве, мы много чего делали в сельском хозяйстве. И мы пришли с Севой на Байги Сметаль, чтобы рассказать миру про то, что мы делаем, и найти похожих ребят к нам в команду, потому что нас было всего там 5 человек, и мы хотели расти и много чего делать именно в сельском хозяйстве. Тогда нам этот метап очень сильно помог, это была стартовая точка для One Soil, еще раз спасибо Дорофею и Леву, что позволили нам тогда выступить и рассказать. Что же произошло, что же мы сделали, а в общем, это доклад про наше приложение для фермеров и как оно помогает пилотам и много кому другому. Расскажу немножко про, что мы делаем, чтобы вести вас в курс дела, про данные. Мы в основном обрабатываем, анализируем, работаем со спутниковыми данными. Это в основном спутники публичные, это Лансат либо Синсинел. Также у нас есть небольшие куски данных. Мы работаем с компаниями Максар, Airbus и Planet Labs. Но это небольшой процент данных. В основном данные это публичные, Лансат и Синсинел. На основе этих данных мы научились распознавать сельхоз поля. Мы научились их обводить, не по всему миру. В основном это было, первая часть это была Европа и США. Дальше мы на сегодняшний момент мы умеем это уже делать полностью вся Северная Америка, полностью вся Южная Америка, Россия, Турция, полностью вся Европа, Австралия, Новая Зеландия, Китай и ЮАР. Африка и Азия нет, потому что там очень маленькие поля и Синсинел 2 не хватает для того, чтобы находить эти мелкие поля. Для этого мы и запартнерились с Максар, Planet Labs и Airbus для того, чтобы в этих регионах использовать их данные, чтобы находить поля. Нашли поля, что дальше? Дальше мы поняли, как эти поля выглядят. Мы умеем распознавать культуры, которые там растут. Для этого мы используем, опять же, спутниковые снимки, смотрим, как развивается культура в разных регионах и рисуем красивую карту. Вот можете посмотреть в Мэпен Суэлл Яй, публичная карта, где красиво распознанные поля. Совсем недавно мы начали работать со спутниками Синсинел 1. Кто не знает, радарные снимки, облака и не помеха. И при помощи других источников данных, но в основном это Синсинел 1, мы научились понимать, когда поле было засеяно, посажено, как угодно можно сказать. То есть без выезда на это поле по всему миру, исключение Африка, Азия, мы можем сказать, когда конкретное поле было посажено. Один из примеров, зачем это нужно, по экономическим правилам. Есть, например, азимы и культуры. Я сейчас говорю, скажем так, не совсем точные про культуру и про дни, образно наверное. Есть азимы и культура, например, их нужно сажать с сентября по октябрь, правила такие. И вот если эти правила не соблюдаются, то урожай снижается на 10-20-30%. Например, это сейчас используют, мы делаем сейчас пилот с большой, пока я не могу сказать какой компанией, российской, большим банком российским, который страхует урожай. Они, к ним приходит клиент, они говорят, покажи свои поля, мы посмотрим, какой ты фермер, какой ты агроном. И если там есть нарушения, то явного урожая не будет, кредит ему давать не стоит. Как выглядят распознанные культуры и поля? Вот, например, кукуруза в Европе. Мы на этой картинке видим, что в основном в Европе кукуруза растет в Украине. Украина это топ-1 кормилица кукурузой Европы. Если в Беларуси, то Гродинские и Брестские области перформят лучше, чем, например, Витебск по кукурузе. На основе этих данных... А, да, поэтому можно посмотреть на Мэпмонсуэл. На основе этих данных... А, нет, другой у меня слайд тут. Бузненько расскажу, как это делается. Например, мы делали проект с Boston Consulting Group и правительством Министерством сельского хозяйства Узбекистана. В этом регионе мы вообще не работали. Мы проверили, у нас ничего не получается. Вот мы ничего не можем находить. Ни поля, ни культуры. Вот просто слепые котята. Для этого мы... Ну, как найти, как обучить? Нужна разметка. Для этого были собраны мобильные группы, которые ездили, фотографировали, что где растет. Было собрано порядка 5000 полей, 34 тысячи гектар возле Ташкента. Вот они около месяца, по-моему, это все размечали, ездили. Дальше потом наша команда разметчиков это все перепроверяла, чистила данные. Вообще, хорошие данные для того, чтобы что-то делать с машинным обучением, это проблема номер один. Хороших данных нет. Даже вот эти ребята, которые были заинтересованы в результате, они собрали плохие данные. Мы сидели еще потом два месяца, все это чистили. И что получилось? Получилось, что мы, разметив небольшую часть, смогли найти в этом регионе поля. Мы нашли все поля в Узбекистане, а также мы научились классифицировать культуры на основе небольшого датасета. То есть, если вы хотите начать что-то с машинным обучением и спутников данных, нужна разметка. И разметка очень правильная, то есть нельзя ошибаться. Наконец-то при приложении. На основе всех этих технологий мы сделали приложение, которым пользуются сейчас, здесь нет этой цифры, пользуются сейчас 120 тысяч у нас зарегистрированных фермеров. И мы покрываем, то есть фермеры занесли к нам в систему 30 миллионов гектаров. Проценты – это сколько процентов от всей сельхозземли у нас есть в Ансуэле. Например, в России 13% всей сельхозземли зарегистрировано в Ансуэле, 35% в Украине, в Южной Америке около 5%. Украина прям номер один у нас, ну вообще не у нас, а по сельскому хозяйству Украина в первых списках всегда по урожаю. Чем пользуются пользователи, фермеры, агрономы, консультанты? Мы им показываем спутниковые снимки, мы считаем различные ликвиационные индексы. Показываем им, где у них, вот например здесь, где у них плохо растет, где у них хорошо растет. Они смотрят эту информацию и дальше могут принимать какие-то действия, выйти в это поле, посмотреть, что там шучок завелся, либо какая-то проблема. Дальше на основе спутниковых снимков мы работаем с удобрениями. Это фосфор, калий и азот. Для фосфора и калия мы анализируем поле 4 года, строим зону урожайности, для азота используем один снимок. И мобильное приложение для скаутинга, то, чем в основном наши пользователи пользуются. У нас есть веб, что я показывал, но там не так много пользователей. В основном это мобилка, потому что она у тебя всегда с собой, ты в поле с телефоном, и ты ходишь, смотришь, где что, как раз все, ставишь заметки, фотографии, делишься с ними, смотришь погоду, снимки и тому подобное. И вот этим приложением, как мы выяснили, пользуются не только фермеры, не только агролюди, но и другие ребята, про них я хочу рассказать. Первое. Мы выяснили в прошлом году, что пилоты малой авиации пользуются приложением OneSoil. Они нам сами прямо написали, мы с ними общались. Что это такое? Зачем они им надо? Мы им, точнее не мы им, а они, пользуясь приложением, понимают, где можно в случае экстренной ситуации посадить самолет. Здесь показано коричневым цветом, видно, что это поле распахано, здесь нет, ничего не растет, и они туда могут приземлиться. Они используют, вот у них там дельтапланы, либо какие-то маленькие самолеты, они пользуются OneSolo. Если какая-то ситуация, они заранее знают, что вот эти вот в этом регионе поля распаханы, и туда можно в случае ситуации какой-то сесть. Это прям нестандартный кейс использования нашего приложения. Очень много ребят пользуются по всему миру, пользуются приложением, это, как они правильно называются, копатели, металлоискатели, я не знаю, как они называются. Они тоже смотрят, где поле распахано. Раньше они ездили на машине, по дорогам искали эти поля, сейчас открывают, видят реальную ситуацию вокруг их там города, поселка, какие поля распаханы, куда можно ехать и искать что-то. Следующий кейс, это, интересный очень кейс, это продавцы химических удобрений, неудобрений, химии для полей. Например, есть химия для определенной культуры, например, для этого синего поля. И она, эта химия действует хорошо только на это синее поле. Но для красного и желтого поля эта химия очень плохо действует. Продавец, когда он продает химию, он потом, позже может и присылает алерт, пуш, что угодно, зная погоду, зная направление ветра, он говорит, что у тебя ветер будет идут в эти стороны сегодня, и ты не можешь использовать эту химию сегодня, потому что ты можешь навредить среднему полю. То есть мы рассказываем, они нам присылают точку, они присылают радиус, и мы им рассказываем, какие поля находятся в этом радиусе. То есть подсказывают своим клиентам, что нельзя или можно носить эту химию прямо сегодня. Либо подсказывают, что можно через час, через два, когда ветер утихнет. Следующий кейс, пчел. Здесь интересно то, что зная поля, где они находятся, зная, какие культуры растут, и зная правила, пчелиные правила, назовем их так, пчелы вообще кушают цветущие растения. Мы знаем список этих растений, которые кушают, и пчеловоды вывозят свои ульи в места, где вот прямо цветет, например, рапс, там, да? Либо и через дорогу должна цветить другая культура, чтобы пчеле было хорошо. Зная все эти правила, берем наши данные по культурам и рисуем карту, где вообще пчелы могут кушать, это Белоруссия. Это, опять же, помогает пчеловодам выезжать и направлять ульи в те нужные места, чтобы пчелы далеко не летали. Также, зная поле, зная культуру, зная фазу роста, когда будет свистеть, мы можем подсказать, что через какое-то время это поле застесет, и ты можешь ехать туда. Следующий нестандартный кейс, это фото и видео. К нам обращались ребята, которые что-либо снимают, либо что-либо фотографируют, связанных с сельским хозяйством. Вот из последнего делают сейчас ролик в Южной Америке, и им нужны поля только с кукурузой. Им нужно красивые локации поля с кукурузой. Они просили нас, ребята, покажите, где вообще растет Южная Америка кукуруза, и мы по своим дальше параметрам отберем те места, куда мы можем приехать. У меня все. Если вопросы, то заводься надеюсь. А как тут? Я могу, да? Нет? Да, давайте. Да, давайте вопросы. Интересно, каким образом вы на этом зарабатываете? Ваши данные в открытом доступе или нет? Или чтобы получить данные о культурах, нужно заплатить? Вот эта карта. Она, да, на публичном доступе. Ты можешь посмотреть любую инфу, но... Если ты большая компания, которая работает на всем рынке Европы, то тебе эта цветная картинка ничего не даст. И мы продаем им аналитику по этому региону. Они к нам приходят и говорят, ребята, сколько было кукурузы во Франции в прошлом году? Или в позапрошлом? А есть правила севооборота, то есть за каждой культурой должна идти следующая культура. Зная историю полей, мы можем сказать, что... И зная правила севооборота, мы можем сказать, что будет расти в следующем году во Франции, на этих местах. Вот эту аналитику по данным, по полям мы и продаем большим компаниям. Спасибо. Вячеслав, про органическое земледеление спрашиваю. Надеюсь, вы освоите Азию, Африку. Тогда мы с вами пообщаемся. Про группировку российских, белорусских спутников тоже не интересуюсь. Простой вопрос хочу задать. Может быть, поможем нашим большим, таким крупным и богатым? Ну, допустим, белкалий, российские есть удобрения, плюс гуминовые кислоты, которых достаточное количество, которые усиливают тот же фосфор и другие микроэлементы, чтобы мы могли меняться. Подождите. Чтобы мы могли меняться. Например, есть сельхозкооперативы, которые пользуются вашим приложением. Им надо то, что есть у нас, а нам надо то, что есть у них. Например, пряности, орехи и другие разные штуки, вплоть до какао-бобов и классного кофе, чтобы мы тут все торчали, а не только какие-то премиальные бутики, где это наливают кофе. Понимаете? Может, поможете нам? Да, вот можно написать на «Hello, on sale, I, I». Мы вам с удовольствием ответим по вашему предложению. Есть есть. Да. Может быть, не очень серьезный вопрос. А вот вопросы по конопле вам задавали? Вопросы задавали. Почему у нас постоянно там проблемы на южной границе? Везут и везут коноплю. Это вы спросите у пограничников, наверное. Вопросы задавали, мы не работаем ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Никак. Все, я думаю, что мы можем сейчас сделать перерывчик. А, если бы у вас еще вопрос. Ну давайте, последний вопрос и перерывчик минут 10, на котором можно пообщаться. На данный момент есть готовые техзадания для техники? То есть, в плане, если у меня есть условное поле, я хочу для него выгрузить готовое полетное задание. Могу ли я это сделать? Полетное? Да. Ну, в плане не для самолета, а для техники. Для техники мы делаем карту фосфор-кали-азот. Здесь ты выбираешь трактор джинзир, например, и скачиваешь файл. И в бортовой компьютер, в трактор можешь этот файл занести. Но для дронов, либо чего-то другого... Если ты слушаешь, можешь слушать шейк-файл, либо там другой ветерный файл, то да, пожалуйста. Все, я думаю, перерывчик 10 минут. Спасибо. Спасибо.